Большой кроссовер Huawei 8M7 дебютировал в Китае ровно год назад и сразу же стал хитом. Автомобиль получился большим, мощным и недорогим, так что его успех на домашнем рынке был предсказуем. Но сейчас Huawei созрела для выпуска умной версии кроссовера с передовым автопилотом. Новую версию проще всего опознать по горбу на крыше над лобовым стеклом, там размещен лидар. Новинка получила обтекаемый кузов внушительных размеров более 5 метров и ряд полезных функций, включая систему помощи в вождении Huawei ADIS-2 на базе HarmonyOS 4, оснащенный одним лидаром, тремя радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами высокой четкостью и 12 ультразвуковых радаров. Новый кроссовер позиционируется как гибрид с увеличенным запасом хода. Гибридная силовая установка оснащена полтора литровым турбированным двигателем на 152 лошадиных сил. Базовая версия получит только один электромотор, он разместится на задней оси. Мощность 271 лошадиных сил. В топовой версии добавляется электромотор мощностью 177 лошадиных сил на передней оси. Емкость аккумулятора на 40 киловатт-часов. Кроссовер сможет проехать на чистом электричестве в полноприводном варианте 175 километров и моноприводном 200 километров. Общий запас хода до 1300 километров по заявлению производителя. Разгон до первой сотни полноприводной версии 4,8 секунд. Это неплохой вариант для большого кроссовера с массой 2460 килограммов. Максимальная скорость ограничена на 190 километров в час. Расход топлива по заявлению компании равен 5,6 литров на 100 километров пути. Салон гибрида будет представлен на 5,6 посадочных мест. Внутри установлены 10,25 дюймовая панель приборов и 15,6 дюймовые дисплей информационно-развлекательной системы. Экран управления заменил большую часть физических кнопок. Автомобиль будет представлен в трех цветовых решениях салона. Сидения даже в стандартной комплектации оснащены функцией подогрева, вентиляции и массажа. Заявлена поддержка технологии Huawei Maglink, позволяет нескольким устройствам обмениваться контентом внутри автомобиля, а также виртуального ассистента. Функция автомобиля может определять температуру внутри салона и адаптивно активировать функцию быстрого нагрева и охлаждения, чтобы удовлетворить требования пользователей к комфорту во время путешествия в разные сезоны. Новый автомобиль отличается более гибкой компоновкой сидений. Общее пространство в переднем, среднем и заднем рядах может достигать 2605 мм. Шестиместная модель имеет стандартный объем багажника 188 литров. Сложив задние сидения, пространство можно увеличить до 775 литров. В пятиместном варианте багажник на 686 литров. Сложив пассажирские сидения, его можно увеличить до 1619 литров. Айта М7-2-1023 модельного года поступил в продажу в Китае с 12 сентября. Стоимость кроссовера составит от 249 800 юаней или 34 300 долларов за пятиместный вариант с задним приводом. И топовый вариант 329 800 юаней, что соответствует 45 300 долларов за полноприводный вариант в шестиместном исполнении салона. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи!